1 июня у всех платежных агентов, принимающих оплату по услугам ЖКХ, появилась комиссия, взимаемая с плательщика. Причиной стало постановление правительства номер 1164 от 5 сентября 2019 года, запрещающее ресурсоснабжающим организациям и структурам, занимающимся ЖКХ, оплачивать оказываемые банками и иными организациями услуги. Ту комиссию внешнюю, которую платит сейчас, вынужден платить потребитель в РИЦе, платил раньше Газпром Межрегион ГАСУ, в соответствии с договором. Но сейчас, начиная с марта 2022 года, в соответствии с вступившим силам постановления правительства Российской Федерации, регулятор в лице Федеральной антимонопольной службы запретил подобные действия. Но не только Газпром, но и все остальные ресурсные компании прекратили оплату. Комиссия же, взимаемая в каждой финансовой организации, производящей сбор оплаты за предоставляемые услуги ЖКХ, немного отличается. Сбербанк и Почта России облагают плательщика тремя процентами. У РИЦ он ниже. Для групп компаний, региональный информационный центр, установлен размер комиссии 2% в городе Ульянский, городе Димитровграде при приеме платежей через кассы и 1% при оплате через личный кабинет и мобильные приложения. Другими словами, есть вариант немного сэкономить на оплате услуг. Также при оплате через онлайн-приложение РИЦ у плательщика появилась возможность не только делать это дистанционно, но и подавать данные по приборам учета и получить отчет о плачежах за любой период, не выходя из дома. Хочется отметить, что имеется возможность не оплачивать комиссию вообще. То есть она будет составлять 0 рублей. Эту возможность предоставляют ресурсоснабжающие организации, такие как Т-Плюс, Ульяновские электросетевые компании. То есть все ресурсоснабжающие организации предоставляют такую услугу. Чтобы оплачивать без комиссии собственникам помещений, квартир или домов, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете у ресурсоснабжающих организаций и оплачивать услуги онлайн напрямую. Александр Злобин, Бахтияр Салтанов, Олег Тимонин, репортер 73. Бахтияр Салтанов, Олег Тимонин, репортер 73.